Добрый день, в эфире телеканал НТС новости в студии Елена Яковлева. Факт, что обстоятельство имело место быть 16 лет назад, не стало препятствием вернуть муниципалитету право на землю. Речь идет о пяти участках стоимостью 28 миллионов 300 тысяч сомов. Прокуратура Ленинского района Бишкека провела проверку и выявила, что еще в марте 2005 года должностные лица районного Акимята незаконно передали на дело в частную собственность. Все они располагаются в жилом массиве Арча-Бишик и находятся за пределами Красной линии, как сообщает в прокуратуре. Прокуратура подала иски в суд, который признал документ на право собственности недействительными и вернул землю на баланс муниципалитета столицы. Пострадавшим баткенцам уже собрали почти 100 миллионов сумм. 96,5 находятся на спецсчете аппарата полномочного представителя правительства в Баткенской области. И еще 2 миллиона 800 тысяч на спецсчете Министерства чрезвычайных ситуаций. Эти деньги присылали и неравнодушные граждане, и юрлицы с целью помочь жертвам военных событий на границе с Таджикистаном в конце апреля этого года. Отметим многие из кыргызстанцев в результате вторжения. Войск соседней республики остались без домов. Их жилье было сожжено и разрушено. Соответственно, у многих не оказалось ни одежды, ни документов. В ГРС сообщили, что восстановили паспорта, свидетельства о рождении, о заключении брака и многие другие бумаги 136 пострадавшим баткенцам. Мобильная группа ведомства объездила все пункты временного проживания. Отмечается, что имеется еще 197 заявлений на получение различных документов этой категории граждан, но 70% заявок уже выполнены. В дорожно-транспортном происшествии на объездной трассе Блесканта есть пострадавшие. В Чуйском управлении обеспечения безопасности движения подтвердили информацию о столкновении двух машин накануне вечера. На видео, снятым очевидцем, видно, как два легковых автомобиля, сильно поврежденные в результате лобового столкновения. Инспекторы, выехавшие на место, рассказали, что авария случилась в том же самом месте, где в ноябре прошлого года погибли 6 человек. Со второстепенной дороги выезжал Мерседес, а Тойота двигалась по объездной. Машины столкнулись практически лоб в лоб. Пострадали 4 человека, все с различными травмами госпитализированы. К счастью, живы, пояснили сотрудники ОБДД. Они также подчеркнули, что водители пренебрегают правилами дорожного движения. Несмотря на то, что на этом перекрестке и есть светофор, так еще и постоянно дежурит патрульный экипаж. А вот в Исокотинском районе, на той же трассе Бишкек на рынке Туругард, водитель Хонды Одиссей не справился с управлением. В итоге 33-летний парень скончался. Сгорело кафе, но, к счастью, пострадавших нет. Крупный пожар в юго-восточной части Бишкека был потушен, сообщают в МЧС силами двух расчетов. Заведение специализировалось на приготовлении шашлыка. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. Ущерб предприниматели также подсчитывают. Еще пока не успели подвести цифры. Очевидцы накануне отправляли видео, объятого пламенем кафе. Сильный огонь был виден с разных точек этого квадрата Бишкека. К 8 вечера отмечают пожарный. Возгорание удалось полностью ликвидировать. Из криминальных инцидентов, разбой и кража. Так, в Бишкеке у стадиона «Спартак» было совершено нападение на 30-летнего мужчину. Двое молодых парней угрожая ножом отобрали телефоны деньги. Подозреваемых задержали. Также в милицию обратился горожанин и рассказал, что еще 17 мая из его припаркованного микроавтобуса на улице Патриса Лумумба украли 210 тысяч сомов. В результате оперативных действий был задержан 48-летний подозреваемый. В связи с инцидентом с самолетом «Рионер» многие страны и авиакомпании приняли решение объявить бойкот «Небу» Минска. Так, Евросоюз единодушно принял пакет санкций против Белоруссии. Руководство Европы настоятельно призвало авиаперевозчиков не летать над этой страной. Также вводится запрет и на использование белорусской авиации и воздушного пространства всех 27 государств ЕС. Прямой рейс в Минск отменила и «Эйрастана». Его планировали запустить 31 мая. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявили, что республика вынесет вопрос о полетах над Белоруссией на заседании межведомственной комиссии. Аналогичные меры приняли и некоторые другие страны СНГ. Поводом послужил инцидент самолетом ирландского перевозчика, который направлялся из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. И вынужден был совершить экстренную посадку в Минске по требованию белорусских властей. В небо были подняты истребители, напомним, которые вынудили пилотов посадить самолет из-за якобы наличия бомбы на борту лайнера. Сообщение же о взрывном устройстве оказалось ложным. Как только судно приземлилось, правоохранители забрали из салона известного журналиста Романа Протасевича. В Белоруссии его считают оппозиционным. Ну и по COVID-19 у нас в Кыргызстане. Восемь человек умерли вследствие коронавируса за последние сутки, и все жертвы зафиксированы в Бишкеке. Информацию о текущей эпидемиологической ситуации рассказала сегодня начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова. По ее словам, в новых заражениях 298. 144 инфицированных пациентов в столице, в Чуйской области 86. В Аше выявлено 23 новых заболевших. Лечением назначено кого-то положили в больницу, другим прописали лечение на дому. Всего же на сегодня под наблюдением врачей 3775 человек с диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонии. В стационарах из них полторы тысячи. Течение болезни у всех разное. Из 1575 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 14 в удовлетворительном состоянии, 1051 в состоянии средней тяжести, 420 тяжелые и 90 крайне тяжелые. За последние сутки на 25 мая 2020 года также продолжается кампания вакцинации. Провакцинировано 4596 человек, из них первой дозой 2016 человек и 1977 провакцинировались второй дозой. Состояние провакцинированных удовлетворительное. Общее количество вакцинированных на 25 мая составляет 74 792 человека. Помощь семье в доставке на родину родственника погибшего за пределами страны будет оказывать государство. Об этом сообщили в МИД нашей республики. По их информации, Кабмин принял постановление, согласно которому привоз груза. 200 будет оплачиваться с бюджета. Этот указан был подписан президентом еще в феврале этого года. Теперь разработаны основные механизмы и список документов, которые необходимо предоставить родственникам умершего. Сумма будет единовременной и предназначена исключительно на репатриацию тел из стран, где скончался кыргызстанец. Получить деньги возможно как в ведомствах МИД здесь, в Кыргызстане, так и в диппредставительствах и консульствах за рубежом. Долгожданный флаг Кыргызстана на Эвересте. Само восхождение. Напомним, Эдуард Кубатов на самый высокий пик планеты совершил еще 23 мая. А сегодня появилось фото нашего альпиниста в колпаке с салом-полотном в руках. Кубатов с гордостью прокомментировал свое восхождение. Он посвятил его нашей Родине, отметив, что было огромное количество просьб и обращений, но для себя альпинист решил, что это победа только для его страны, для народа и земли. Предлагаем еще раз порадоваться достижению представителя нашего государства. Эдуард Кубатов стал вторым кыргызстанцем, кто взошел на Эверест. Первым из Кыргызстана на Эвересте побывал альпинист Дмитрий Греков в составе международной экспедиции в 1997 году. Организаторы же этой экспедиции Эверест ЛХОДЗЕ-2021 официально подтвердили информацию о том, что Эдуард Кубатов – первый этнический кыргыз, который побывал на крыше мира. Подъем, напомним, начался еще 12 апреля со стороны Непала. В экспедицию входили альпинисты из Израиля, Кыргызстана, Малайзии, России и Узбекистана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...